Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Слава Великому Искупителю Роду Человеческого, пролившему за нас свою драгоценную кровь и воскресшему для нашего оправдания! Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него. И ни в ком Он у меня нет спасения, лишь в Господе Иисусе Христе наша жизнь и жизнь с избытком. Слава Богу! Я, архиепископ Сергей Журавлев, всех вас приветствую из города Берлина, столицы Германии. В этот день, 4 июня 2012 года, по календарю традиционному и еще, как мы говорим, старому стилю православной церкви, отмечается День Святого Духа. И именно о Духе Святом я хочу продолжать говорить в этой второй программе. В первой программе я говорил о важности покаяния, примирения с Богом. И молитва покаяния прозвучала. И те из вас, дорогие телезрители, что, дамы и господа, братья и сестры, что еще не обращались к Богу с покаянием, обратитесь к Нему, поговорите от всего сердца и действительно примиритесь с Ним. Потому что это очень важно, это архиважно. Потому как дальнейшие все рассуждения наши о Духе Святом, дальнейшая вот эта тема, она будет малопонятна или даже неправильно понятна. Потому что невозможно просто лишь философствовать о Боге и, знаете ли, быть христианином по-настоящему при этом. Возможно лишь пребывать в Боге, познавать Его лично и таким образом действительно быть христианином. И, дорогие друзья, Иисус сам сказал, сам Иисус Христос, Господь наш и Спаситель, Он сказал для всех нас, неважно, для кого сейчас я обращаюсь. Я думаю, что среди моих зрителей не только православные христиане, но и католики, и тем более протестанты, и евангельские христиане разных деноминаций, конфессий, с кем я очень дружу последние эти годы. И, знаете, удивительно, конечно, что Дух дышит где хочет, и неважно, кому сейчас это слово будет адресовано, главное поймите, дорогие друзья, что мир не может принять Духа Святого. И Иисус сказал об этом очень четко и ясно. То есть, человек, который еще живет в грехе, человек, который еще живет в проклятии, кто еще не ответил своей любовью на Его безусловную святую любовь, которую Он доказал на кресте Голговском, пролив за нас свою драгоценную кровь, кровь Сына Своего возлюбленного. Знаете ли, мы не можем принять Духа Святого через даже просто лишь традицию, причастность к церкви определенной, то, что вас покрестили в детстве, или то, что вы ходите в храм. Вы можете всю жизнь проходить в храм, вы можете жить за толстыми стенами монастыря, от самого древнего, самого известного, но быть действительно в миру, потому как это состояние в миру, или не от веков всего, или с Богом, действительно, в Царстве Тьмы, или в Царстве Света, это не зависит от вашего местоположения, национальности, языка, культуры, страны проживания. Это зависит действительно от того, Христос вас или нет, Дух Святой вас или нет, потому что написано, что Духа Христова не имеет, тот и не Его. И, господа, дорогие братья и сестры, Дух дышит действительно где хочет, и я Бога благодарю за это, за то, что Он открывается как величайшая личность, и о Нем-то я хочу и говорить сегодня, и о Нем хочу благоверствовать и свидетельствовать, слава Богу. И в этой второй программе я хотел бы сказать немного о разных учениях. В первой еще программе я упомянул о том, что есть в христианстве, в традиции христианской, очень разное понимание Духа Святого. Есть даже очень ошибочные, скажу так, очень сильно большие заблуждения касательно личности Святого Духа. Ведь некоторые христиане, есть такие группы христиан, людей называющихся христианами, по крайней мере, знаете ли, организации, такие церкви, структуры, которые не признают Духа Святого как личность. Это печально, конечно, потому как Библия открывает нам качества Духа Святого, особые, удивительные качества Духа Святого. В частности, что Дух Святой, с Ним можно общаться. Как можно общаться с энергией просто, это непонятно, удивительно. Но как могут не видеть многие христиане в Библии вот этого откровения о личности Духа Святого. И, конечно, Дух Святой, Он говорит нам, у Него есть мысль написана в Библии. Да, да, в Библии говорится, мы будем об этом тоже говорить. Я тоже собираюсь об этом рассказывать в следующих программах. У Него есть мысли определенные, и как у энергии могут быть мысли, вообще непонятно. Но Бог знает, какая мысль у Духа. Дух Святой, у Него есть мысли, Он мыслит, у Него есть чувствование, Он чувствует. То есть, все качества личности есть. Только лишь, почему многие называют Его энергией, просто лишь, как бы, потому что мы Его не видим. Потому что мы Его не, знаете ли, вот лицезреем вот так вот воочию. Хотя Дух Святой сходил в телесном образе тоже. Да, да, если даже кто-то из вас, может быть, удивлен сейчас, скажет, как может Дух Святой, Бог, прийти в телесном образе. Да, Дух Святой приходил и в телесном образе. Мы знаем, что когда Иисус Христос крестился в Иордане, то Дух Святой сходил на Него в телесном виде голубя, написано. Удивительно, значит, Сын Божий пришел в человеческом облике. Он пришел в образе человека, на самом деле, став человеком. Дух Святой, Третья ипостась Божества, пришел к нам, значит, именно в образе птицы. Удивительно, не правда ли? И, конечно, сегодня вот здесь вот уже не слышно, да, уже утро такое, уже далеко не раннее утро. Но ранним утром здесь в Берлине так красиво, знаете ли, я сейчас нахожусь недалеко, территориально недалеко от центра Берлина, значит, недалеко от, так называемой, Александр Плац. Это ГДРовская часть Берлина. И здесь парки, очень красивое место, конечно, и утром прогуливаясь в парке, просто, и даже просто утром открыв окно, невозможно не наслаждаться, знаете ли, пением птиц. Здесь их столько много, если они так поют, удивительно вообще. Это очень красиво, знаете ли, просыпаться не под крики мата какого-то там, а вот под пение птиц, знаете ли, когда птицы, они поют. Они славят Бога тоже, знаете ли, все дышащее хвалит Бога, не верите? Это в Библии говорится, сам Бог говорит, что все дышащее оно хвалит Господа. И говорится, что даже птенцы ворона, не только голуби, там какие-то еще там птицы соловьи, там, значит, там, знаете ли, вот какие-то еще другие птицы, канарейки. Очень много красивых птиц. Я помню, у архиепейского Симона, Рязанского и Касимовского, впоследствии митрополита, русской православной церкви, потом на покое митрополита и уже покойного, уже ушел в вечность, владыка Симон, он меня руководил в 91-м году в священнике, в дягоны, в священнике. И, знаете ли, я помню, в ипорхиальное управление, когда приходишь к нему, это просто было большое наслаждение, знаете ли. И архиепископ Симон очень любил птиц, очень любил пение птиц, и у него всегда в клеточках много было вот этих птичек, и канарейки, и соловьи. И так это все было красиво, знаете, так приходишь пообщаться с владыкой и просто наслаждаешься пением этих птиц вообще. Удивительно, конечно, слава Богу. И, дорогие друзья, но не только такие трели красивые, знаете ли, соловьиные, не только пение там канарей, там других птиц, оно прославляет Бога. И они хвалят Бога. Но даже ворон, вот сегодня, кстати, утром, значит, летали тоже какие-то вороны, там, и каркали, значит, ну, как бы это не очень благозвучно. Здесь, в Берлине, есть одно потрясающее место. Вообще, в Берлине очень много красивых мест, это очень красивый город. Вот, рекомендую очень, если вы не были еще ни разу в Берлине, приезжайте, посмотрите сами, убедитесь, это очень красивый город, замечательный город. Много очень удивительных мест. Знаете ли, можно много об этом говорить, но одно из таких очень красивых мест в Берлине, это так называемый Павлиний остров. И я был там недавно и на этом острове, и, представьте, вживую, вот они гуляют, везде эти павлины, распушают свои эти хвосты там. Ну, очень красивые птицы, конечно, вот, что есть, то есть, очень красиво, Бог создал их. Но вот голос их, если кто из вас слышал, когда-нибудь Павлинов, он не очень такой благозвучный, я так скажу, громкий, да, громкий, даже удивительно, как может такая птичка, такая вроде хрупкая такая, знаете ли, птичка, но вот таким голосом кричать, знаете ли, значит, это просто не передать, это надо слышать. И вы можете даже на ютубе просто набрать, значит, Павлиний этот крик, и там, значит, там будут такие голоса, что ой-ой-ой. Так вот, и, конечно, может быть, не так это благозвучно кажется, но это тоже славит Господа. И в Библии написано, что птенцы-вороны, они славят Бога. Представьте, они кричат, мы думаем, о, что раскаркались эти птенцы-вороны, эти воронята, раскаркались. В этом ничего красивого, как бы, но они молятся Богу, они тоже просят Бога. Да, и все дышащее оно хвалит Господа, и Богу славу воздает. Только вот человек не всегда славит Бога, и далеко не все люди прославляют Творца. Да, конечно, как и все животные, как и растения, как все сущее, человек тоже в какой-то мере славит Бога. Кушает, допустим, значит, там, да, значит, там, значит, человек, он живет, он движется, существует Богом, по большому счету. Но, знаете ли, это не та слава, которую Бог предназначил для человека. Это не та, не то словословие, которое Бог дает нам. Это не все, далеко не все. Это, знаете ли, это только еще первобытное такое прославление Бога. Истинное, настоящее прославление Бога. Иисус сказал, что это в Духе и в истине. В Духе, обратите ваше внимание, без Духа Святого мы не сможем прославить Бога. И, скажу так, без покаяния, без обращения к Богу мы не сможем достойно прославить Бога. В Духе и в истине. И написано об этом в 4 главе Евангелия от Иоанна, в разговоре Иисуса Христа с Самарянкой, с этой женщиной, не еврейкой, которая интересовалась вот этими тайными Богопознаниями, интересовалась Мессией. Когда придет Мессия, она сказала, Он откроет нам все, Он расскажет нам все, Он откроет нам всю правду. Знаете ли, она верила в это, она ждала этого Мессию. И Иисус Христос не мог удержаться. И если где-то Он там таился и не рассказывал о том, кто Он, то перед ней Он, как в миру говорят, открыл все карты. Он рассказал, это я, от которой говорю с тобою. Она, конечно, была в восторге. Да, это был Он, это был Мессия, это был Христос. И так вот, Мессия Христос, Иисус Христос сказал удивительные слова тогда этой самарянской женщине. Он сказал, по преданию православной церкви, ее звали Фатиния. Или Фатима, значит, Светлана, светлоносная. И по преданию, даже она была мученицей за Иисуса Христа впоследствии, уже когда начались горения, по-моему, при Нероне. И также ее сыновья погибли, по преданию, именно возле того колодца примерно, как раз, были убиты за веру в Иисуса Христа римскими палачами. Вот так. Но это предание, конечно, мы не знаем точно, это было или нет, но это очень с древности глубокой сохранилась вот такая информация в церкви. Но мы не знаем точно, конечно, так это было или нет, но знаем одно, что эта женщина из Библии, мы знаем однозначно, она уверовала, она загорелась верой, и она поделилась своей верой. Если ты понимаешь Духа Святого, если ты касаешься Духа Святого, если даже немного Дух Святого тебе коснется, ты не можешь умолчать это, ты не можешь это скрыть, ты обязательно открываешь это другим людям. Потому что Дух Святой, Он для всех, Дух Святой, это самое удивительное открытие, которое человек может сделать. И эта женщина, немного лишь соприкоснувшись с силой Божьей, соприкоснувшись с Мессией в Духе Святом, знаете ли, прикоснувшись чуть-чуть Духа Святого, она не могла умолчать, она побежала в город. И всем-всем-всем она рассказала, вот, я видела того-то, посмотрите, не Мессия ли он, он все рассказал, что я сделал вообще, он открыл мне это. И удивительно, горожане пришли к Иисусу, они слушали Христа, они видели Христа, и они сказали, женщина, не только по твоим словам мы верим теперь, но мы сами это увидели и услышали, слава Богу. Удивительно, конечно, Дух Святой позволяет нам, дает нам возможность удивительную эту работу производить, приводить людей к Иисусу, слава Богу. И Иисус, воскресший сегодня, Он Духом Святым, стучится в сердца многих и многих душ. И словословие, которое Бог приготовил для нас, людей, это хвала Богу, это слава Богу. Верующие, рожденные, если, допустим, человек, он просто рожден мамой и папой, как все остальные, как говорится, хомо сапиенс, люди разумные, все люди на этой земле рождены мамами и папами, ходят на работу, учатся, работают, развиваются, стареют, рожают, воспитывают, погибают, в конце умирают. Это судьба всех людей, знаете ли, но есть другая еще категория граждан на этой планете, которые не просто родились от мам своих и пап, но которые еще пережили второе рождение, новое начало, новое рождение от Бога, от Небесного Отца. И вот эти люди, это категория граждан, это новая общественная формация, если выразиться языком, каким нам раньше говорили о коммунизме, что советский народ, народ безбожник, народ атеист, это якобы новая общественная формация, которой не было никогда в истории человечества. Да, безбожников такого народа не было, это было искусственно-селекционно создано, но, знаете ли, есть, это дьявольская просто пародия на новую формацию, новый народ, который есть народ Божий во Христе Иисусе Господе нашим, где нет уже ни еврея, ни русского, ни украинца, ни американца, ни африканца, ни китайца, где во Христе Иисусе все мы одно, где во Христе Иисусе люди примиряются, где во Христе Иисусе люди поклоняются Богу в духе и в истине. И поклоняться Богу в духе это великое благо, великая честь, слава Богу. И Бога прославляют не те, кто сходят в могилу, но не те, кто просто живут, знаете ли, вот кушают и умирают, но те, кто действительно рождены от Отца, живые прославляют Бога, живые, те, которые вкусили жизни Христовой, слава Богу. Потому что лишь те, кто пережили воскресение Христа в своей судьбе, в своей жизни, они могут по-настоящему прославить воскресшего Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, нашего Небесного Отца и Духа Святого, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И в православной традиции есть такая молитва, она называется Царю Небесной или Царь Небесный. Ее по-разному люди поют. Мне очень нравятся старые, вот это пение, старинное пение, еще, как мы говорим, старобрядческое, до Петровской Руси. Это пение, знаете ли, еще в ней вкус синагогального старого пения, храмового пения библейского иудаизма. И в знаменном распеве, допустим, там где поется Царю Небесной, Утешителю Душа Истины. Удивительно, вот эти слова, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Он действительно Дух Истины и действительно Он Утешитель. Эти красивые слова, если мы поем, кстати, Мартин Лютер, великий христианин, великий реформатор, сын немецкого народа, он говорил такие слова в 16 столетии. Пять столетий назад он говорил такие слова потрясающие, он сам любил очень петь, Богу прославлять, и он говорил, что для дьявола нет ничего страшнее, чем поющий христианин. Это правда, Мартин Лютер был миллион раз прав в этом отношении, потому что действительно поющий христианин, это не просто птица или что-то еще другое, там, значит, животное, растение, прославляющее Бога. Цветы вот эти, они тоже славят Бога по-своему, все славит Бога, все дышащее хвалит Бога, знаете ли. Но поющий Богу христианин, это действительно врата неба, это действительно как бы лестница вот эта в небеса, это чудо. И, знаете ли, небо открывается, ангелы стихают, слушают, как мы прославляем Бога. Это удивительно, Бог создал нас, людей, вот кажется нам, да, действительно, таких сейчас несовершенных, после грехопадения наших родителей, и вот все это так пошло, к сожалению, в истории нехорошо. Не так, как было изначально запланировано, что ли, будем так говорить, не по первому этому пути пошли мы, не по первому сценарию, а по самому такому нехорошему сценарию пошли, отпадение от Бога. Но по милости Божьей Господь послал Сына Своего в этот мир, чтобы мир был спасен через Него. Слава Иисусу Христу! И сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я хочу, наверное, уже в следующих программах продолжить все-таки, говорить тоже о Духе Святом, о личности Духа Святого. А сейчас хочу помолиться за вас, хочу помолиться за каждого из вас, дорогие друзья. Если кто из вас, дорогие слушатели, мои зрители, дорогие братья и сестры, дамы и господа, если кто из вас сейчас нуждается в этом утешении от Духа Святого, и вы хотите узнать Духа Святого, то, я говорю, во-первых, нужно покаяться. Если вы покаялись, примирились с Богом, слава Богу за вас, слава Богу за это. То второе, что вы должны сделать, вы должны жаждать, потому что Иисус Христос сказал, что жаждущий идет ко мне и пьет, пусть приходит ко мне и пьет эту воду жизни даром. Иисус Христос сравнил Духа Святого вот с этой живой водой. Удивительно, конечно, если ты жаждешь, ты приходишь. Если я хочу пить, то, знаете ли, даже если мне поставишь полный стол угощений всевозможных, там много всего, я не захочу этого, я хочу пить. Если я хочу пить, знаете ли, если у меня полны карманы денег, если на мне самая красивая дорогая одежда, у меня красивый лимузин, это все не удовлетворит меня. Знаете ли, если у меня штабелями золотые слитки, если, ну я не знаю, что еще, что может быть у человека, допустим, внешне такой, да, если нет воды, если ему нужна вода, жажда у него, то ему только лишь вода, его только лишь вода удовлетворит. И не важно, вы бедны или богаты, не важно, вы знамениты или никому неизвестны, не важно, вы любимы или ненавидимы всеми, не важно, вообще, ваше отношение к вам других людей и ваша позиция сейчас, ваше положение сейчас, мужчина вы или женщина, старый вы или молодой человек. Не важно, вы высокообразованный человек или же вы, ну просто даже неграмотный, может быть, потому что есть такие-таки люди сейчас, даже в наше время, кто не могут читать, писать, допустим. Не важно, вы, знаете ли, много или же вы только лишь первые шаги делаете, знаете ли, в вере, вы уже давно уже в вере, уже давно в Господе, или же вы недавно пришли только лишь к вере в Бога. У вас верующие родители, допустим, и они вам, как говорится, уже от самого юного возраста вам уже говорили о Боге, и у вас есть понимание, что Бог существует. Или же вы из семьи, как вот я, допустим, из семьи атеистов, и вы не знали, что Бог вообще существует, и выросли в полном невежестве, неведении о Творце. Не важно все это, самое важное сейчас, кто вы перед Богом, если вы покаялись, примирились с Богом, то второе, что вам просто необходимо, это вас жаждать Его. Жаждать больше и больше. Я хочу больше и больше быть жадным до благодати, жадным до Духа Святого. Я хочу больше и больше Его, потому что, знаете ли, это пьешь-пьешь и не можешь насытиться. Пьешь-пьешь Духа Святого. И, знаете ли, удивительно, однажды Дух Святой в нас, Он делается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Да-да-да, Он в нас каким-то удивительным образом становится, не просто, знаете ли, Он в нас наливается, 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 а в нас делается источником. То есть, Бог хочет, чтобы сделать верующего источником воды, текущей в жизнь вечную. Многие христиане, они пьют-пьют-пьют Духа Святого, это хорошо, принимают Духа Святого. Знаете ли, благодать его. Но Бог хочет большего еще. Он хочет пробить колодцы такие духовные на этой земле. Как один святой муж Божий перефразировал однажды библейский текст и сказал так, спасешься ты сам и тысячи спасутся вокруг тебя. Действительно, Сергей Псаровский, он в этом отношении был прав, что действительно, когда пробивается это, когда ты не просто пьешь Духа Святого, когда не просто ты вдыхаешь Духа Святого, когда не просто ты принимаешь и принимаешь Духа Святого, а когда ты отдаешь, когда он в тебе делается источником воды, то многие могут быть напоены через тебя Духом Святым. И вот один пастор, проповедник, великий проповедник, уже ушедший в вечность, значит, с церкви Лейквуд, Техас, США, Джон Остин, сейчас его сын Джоэл Остин проповедует там в этой церкви, удивительные программы есть и Джон Остин, и Джоэл Остин. Так вот, и Джон Остин, он приводил такой пример, он брал стакан воды, и, значит, с кафедры, и давал такую иллюстрацию, и говорил, смотрите, вот это вода, и говорит, смотрите, вот здесь немного воды, я могу сам попить, допустим, да, если я использую фильтр, очень хороший такой фильтр, он фильтрует, значит, и очищает воду, и ее можно пить, и она очень хорошая вода. Так вот, и, потому что, должна быть, вода, а вода Духа Святого, она самая чистая, она самая хорошая вообще, она самая удивительная. Знаете ли, это не то, чтобы какие-то там мутные воды непонятные, каких-то учений, а чистая вода, кристально чистая вода Духа Святого, слава Богу. Да, друзья мои, и, так как Джон Остин, он говорил так, смотрите, вот Духа Святого можно сравнить с водой, да, потому что Бог сам сравнивает себя с водой. Дух Святой в Писании сравнивается с водой. Так вот, здесь в токане столько воды, что я могу напиться, допустим, и, может быть, с кем-то поделюсь, но, в принципе, это очень мало, согласитесь. Это очень мало, и, как бы, из такой мелкой посуды, получается, значит, батюшка пьет, вот сейчас, значит, и, как бы, это очень мало. Но, скажу, что Духа Святого, сравнивая с водой, скажу, его должно быть много. Его должно быть не столько мало, что только лишь я для себя могу попить. Его должно быть столько много, чтобы это стало источником. И Джон Остин говорил так, смотрите, вот, это столько воды, столько я могу попить, можно с кем-то поделюсь. Но, если эта вода, она во мне делается источником воды, источником уже, источником, тогда я могу напоить многих-многих. Представьте, если какой-то источник вдруг сверхъестественно открылся, как вот иллюстрация такая, знаете ли, есть еще иллюстрация, как вот, как называется, сказка такая, что ли, или рассказ этот, Гришкина каша, по-моему, да? Когда, значит, там кашу варили, там она ее все больше-больше-больше растет, значит, или в сказках каких-то есть, я не помню уже, к сожалению, на некоторых этих названий, но, допустим, может, к счастью, эти сказки уже забыл уже некоторые, но детские эти сказки, когда, помните, оно растет, растет, увеличивается, как бы, например, эта каша, и она не убавляется, не убавляется все. И вот, если вот можно представить себе Духа Святого вот таким фантастичным, таким вот стаканчиком, где вода, она все растет, прибавляется, прибавляется и не истекает, не истекает, льется и льется и льется. И если это такой будет волшебный такой стаканчик, то я могу лить, 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 всем налить бидоны, значит, канистры, цесерна, значит, там наполнить реку целую, значит, там, допустим, и, допустим, раз на Берлин излить, значит, и по улицам, вот сейчас я вижу прекрасную улицу Берлина, из окна, значит, с высоты, здесь вот 16 этажа очень красиво все видно, это, значит, Александр Пласт, значит, там другие, там эти вот постройки очень прекрасные. И вот, и что интересно, если бы раз представить себе налил воду воды и по улицам протекла эта река, как это возможно? Но с Духом Святым это возможно, когда Дух Святой, Он приходит в жизнь, когда мы позволяем Ему пробить, как бы, наши вот эти слои, как бы, знаете ли, наше естество, наше старое, знаете ли, землю нашего естества, то там есть вода, у кого-то глубже надо пробивать, у кого-то, может, она где-то там близко к поверхности, не глубоко эти воды, знаете ли, возможны, чудесные, но Бог, создав нас по образу подобию своему, Он создался удивительными существами. Действительно, в нас есть образ и подобие Божества, и вся тварь стенает и мучается ожидания откровения сынов Божьих, действительно, действительно, весь и даже и растительный мир, и животный мир, и все это, все сущее, атмосфера сама, сама наша планета, земля, нуждается в откровении сынов Божьих, потому что, если откровение будет у сынов, потому что, если христиане, действительно, будут источниками воды, представьте, сколько колодцев духовных пробьется, потому что мы будем молиться за исцеление больных, и люди будут исцеляться, прокаженных, они будут очищаться, мертвых будут воскрешаться, и, значит, из-за животных они будут исцеляться, и растения будут исцеляться, и сама земля будет исцеляться, урожаи будут большие, удивительные урожаи, Об этом говорит Библия, и, кстати, примеры современной истории, когда в наши дни пробуждения происходят, допустим, в Латинской Америке есть примеры такие, в Африке, в других некоторых регионах есть примеры пробуждения, когда все это растет удивительным образом, когда сверхъестественным образом урожай огромный собирается, морковка там какая-то огромная, картошка огромная, и не то, что там она вредная, радиоактивная какая-то еще, нет, потому что Бог благоставил землю. И Господь, он, знаете ли, действительно миллионы и миллионы душ может прокормить на этой земле, миллиарды и миллиарды, не то, чтобы шесть миллиардов или сто миллиардов, миллиарды и миллиардов просто-напросто. Земля наша, она очень плодородная, знаете, действительно чудесным образом, одну гроздь винограда, несло много людей в Библии написано, вот Бог это все совершает и в наши дни может совершить. И потому что Бог обещает простить наши грехи, Он еще обещает исцелить нашу землю. Слава Богу, слава Иисусу Христу. И самое главное, что Он, сделав нас колодцами своими, источниками воды, источники воды, текущей в жизнь вечную, знаете ли, это все очень сильно благоставляет все вокруг нас. Во имя Иисуса Христа будьте не только принимающими Духа Святого, но ревнуйте о Нем, жаждите Его больше и больше, хотите Его больше и больше, познавайте Его ближе и ближе, Духа Святого. Поговорите с Ним сейчас и пусть эта вода, которая в вас приходит, она сделается в вас источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю. И ни в ком оно мне спасение, только в Иисусе Христе. Иисус Господь, слава Богу.